Следующая тема в данном уроке – это условные предложения. Но прежде чем о них заговорим, нужно несколько слов сказать о желательном наклонении в греческом языке, потому что в некоторых типах условных предложений используется эта форма. Вообще выражение «желательное наклонение» может немного озадачить, потому что в русском языке у нас только три наклонения – изъявительное, сослагательное и повелительное. В греческом языке не три наклонения, а четыре. Есть еще четвертое наклонение «желательное». До сего момента мы об этом наклонении не говорили, и делали мы это по той причине, что желательное наклонение в новозаветные времена умирает. В Новом Завете всего несколько десятков глаголов в желательном наклонении, и по этой причине вы не слишком часто с подобной формой будете сталкиваться. Тем не менее, какие-то остатки желательного наклонения в новозаветные времена есть, поэтому и для того, чтобы вы немного были знакомы с этими формами, ну и специально для условных предложений, нам несколько слов о желательном наклонении сказать нужно. Ну, во-первых, что такое желательное наклонение? Само название «желательное наклонение», иногда, кстати, называют аптатив, само название, оно предполагает, что наклонение связано с неким выражением пожелания. Вот бы это бы случилось для вот таких ситуаций, да вот бы это бы случилось, но в основном для таких ситуаций, как раз в греческом языке была специальная форма, но она умирает, и другими средствами языка эта же мысль начинает выражаться. Сначала такой небольшой обзор, как выглядят формы желательного наклонения. В приложении к уроку в самом конце вы можете посмотреть табличку форм. Если вы посмотрите на эту таблицу, то, во-первых, бросается в глаза наличие йоты в том месте, где вот мы ожидали бы соединительную гласную. Фактически у нас зачастую вместо соединительной гласной стоит дифтонка. Посмотрите, в настоящее время действительного залога – лу-ой-ми, да, вот у желательного наклонения как раз окончание ми в первом лице единственном числе, как у глаголов на ми, но дальше у нас вторичное окончание. Лу-ой-ц, лу-ой – нулевое наклончание, лу-ой-мен, лу-ой-т, лу-ой-эн. И вот это вот ой, которое появляется перед окончанием, очень яркий признак, по которому мы часто желательное наклонение можем распознать. То же самое в будущем времени, просто добавляется сигма, видите, лу-с, ой-ми и так далее, очень похожие формы. В аористе, у тех глаголов, которые образуют первый аорист, в желательном наклонении образующее время ниса, привычное нам по аористу, который тоже добавляется илью это. Поэтому лу-ой-ой-ми, лу-ой-ой-с и так далее, что касается окончания, они те же самые привычные. Немного может смутить форма третьего лица единственного числа, лу-ой. А чем она может смутить? Потому что сай – это еще и инфинитивное окончание для аориста, и сай – это еще и окончание, встречающееся в повелительном наклонении. Поэтому луса из третьих вам придется выбирать – это повелительное наклонение аориста, это инфинитив аориста или это желательное наклонение аориста третьего лица. Но контекста, как всегда, бывает достаточная, и на самом деле велика разница между «развяжи», «развязать» и «доразвяжет». Поэтому, как правило, никаких толковательных сложностей из-за этого не возникает. Во втором аористе окончание, ну, вместе с этим «ой» такие же, как и в настоящем времени, только изменившийся корень – «ба, лой, ми» и так далее. А в среднем залоге тоже, видите, вторичное окончание, может быть, только небольшое различие – «мен, о, то, мета, сте, н, то». Вот это «о», которое не «сотом», не результат каких-то слияний, а просто «о», может быть, как-то стоит отметить для себя. Вообще, конечно, вы не часто встретите формы желательного наклонения. Из-за редкости повторения их, наверное, трудновато будет вам распознать, но, по крайней мере, запомните, как некий специальный ключ, вот это «ой» или «ай», «сай» для аориста. Оно поможет вам задуматься, а нежелательное или наклонение здесь. И тогда уже, даже если вы не все там окончания и не все варианты помните, просто поискать, как выглядит форма желательного наклонения и разобраться в той или иной форме. Ну и что касается страдательного залога, там есть отличающиеся формы не в настоящем времени, а в будущем или аористе. И страдательный аорист «те-сой-мен», видите, опять это «ой» есть для будущего времени, для аориста первого «ло-тей-эн». И вот это, здесь еще одна особенность, помимо появления йоты, появляется еще и это. И как раз вот это образующее желательного наклонения в аористе, это не просто йота, а вот это «е-э». Поэтому «ло-тей-эн», ну а дальше да, окончание стандартное. Поэтому «тейн» для первого аориста и «эй-эн» для первого аориста и «эй-эн» для второго аориста, вот запомните. Кстати, еще это появляется у глаголов «на-ми». В этой табличке нет глаголов «на-ми» в желательном наклонении, но у них тоже появляется в качестве образующей времени не просто йота, а и «э». Поэтому вот это вот лишнее йота, где-то лишнее «э», вот это вот как признак, запомните для себя, чтобы распознавать форму этого наклонения. Ну и для того, чтобы нам как-то проникнуться с желательным наклонением, его формами, давайте просто несколько примеров глянем с желательным наклонением. Марка, 11 глава, 14 стих. Это ситуация, когда Иисус поклинает смоковницу и, вот-вот, собственно, слова Иисуса. Мекретия, Эйстон, Айона, Эксо, Медейс, Капон, Фагой. А, Больше не вовеки от тебя никто, плод и теперь Фагой. Фагой – это желательное наклонение от глагола «эстио» в Аоресте. Ну, глагол с несколькими корнями, потому «эстио» в настоящем времени и какой-нибудь эфагон в Аоресте. У желательного наклонения, так же, как и у других неизъявительных наклонений в Аоресте, конечно, нет никакого превращения, поэтому сразу корень Фаг и вот этот вот характерный суффикс «ой». Третьим единственным, да, нулевое окончание, поэтому Фаг и суффикс «ой», который и показывает нам, что это желательное наклонение. Фагой – да съест. Ну, здесь с отрицаниями – да не съест. Так что, в целом, предложение имеет смысл «пусть больше никто от тебя вовеки плод да не съест». Ну, здесь с отрицанием, вот это такое желание, желание, если бы были с отрицаниями – пусть да съест, а тут пусть да не съест. Давайте, чтобы без отрицания, что-нибудь положительное. Второе фессалоникийца, третья глава, шестнадцатый стих. «Аутус де хоккуриус тес эйренес доге хуминтен эйрен диапантус энпанти тропу». Сам же Господь мира. Ну, мира в смысле, вот, как противоположность войны, а не в смысле вселенной. Сам же Господь мира. И теперь обратите внимание на форму до-э с подписной йотой. Ну, конечно, такую форму трудновато распознать, но мы с вами говорили, что у глагола «дидами», да, вот в основном уроке эта форма не обсуждается, ну, вот просто, знаете, у глагола «дидами» образующей желательное наклонение является йота плюс это. Йота подписалась, это осталось. И получилась форма до с подписной йотой э. Дадаст. Пусть дадар, не пусть, а дадаст, выражение желания. Дадаст вам мир всегда во всем. Сам же Господь мира. Дадаст вам мир всегда во всем. Вообще-то форма желательного наклонения регулярно использовалась в молитвах. Потом она во многом была заменена формой повелительного наклонения в молитвах, но в некоторых молитвах форму желательного наклонения вы встретите. Поэтому вот такой вот как раз контекст желательного наклонения особо ожидаем. Еще пример вариантов использования желательного наклонения. Посмотрите «Деяния», 5 главу, 24 стих. Это когда, помните, апостолов арестовывают, потом темница оказывается пустой, и начальник стражи, и первосвященники удивляются, и в удивлении их выражено так. ТИАН ГЕНУЙТО ТУТО ГЕНУЙТО – это форма желательного наклонения от глагола ГИНАМАЙ, в авористе корень ГЕН у него, в виде ГЕН. Теперь суффикс ОЙ, и теперь окончание среднее ТО, третьего единства. Ну, глагол ГИНАМАЙ, он в авористе не встречается в форме действительного залога, только в средней или страдательной форме, хотя вот в ЛЮУНС по-прежнему имеет значение там становиться, происходить, случаться и так далее. И здесь что у нас? Здесь люди изумляются, поражаются чему? ТИАН ГИНАМАЙ, но это тут. Что же тут такого случилось? И вот здесь другое немного употребление желательного наклонения. Желательное наклонение может встречаться в таких вопросах. Что бы это могло быть? Что бы это такое могло случиться? В таких косвенных вопросах иногда встречается желательное наклонение. Особенно для того, чтобы подчеркнуть некую растерянность, непреоделенность, недоумение и так далее. То есть вот в таких вопросах недоумения мы можем ожидать желательного наклонения. Первое распространенное употребление желательного наклонения – это пожелание. Да будет, да не будет, если с отрицанием. Второе – что же тут такое произошло? Вот какие-то вопросы недоумения. И с Геннэйта, именно этой формой, есть еще одно устойчивое выражение, часто встречающееся в Новом Завете, собственно, составляющее существенную часть случаев употребления желательного наклонения – это словосочетание Мэг-Геннэйта. Мэг-Геннэйта является категорическим выражением несогласия. Да не будет, пусть не будет, никак, никоим образом. Вот такое вот резкое, чрезвычайно категорическое выражение несогласия – это вот устойчивое выражение Мэг-Геннэйта. Ну, просто как пример, где такое несогласие выражается. Шестая глава послания Кремнина. Ну, на самом деле, в этом послании Кремнина много раз используется эта фраза. Павел высказывает какое-то, может быть, слышанное им от своих оппонентов утверждение, и потом его резко опровергает. Ну, вот, например, шестая глава так начинается. Оставаться ли нам в грехе, чтобы благодать умножилась? Мэг-Геннэйта. Никак, никоим образом, точно нет. Ну, до этого Павел говорит в предыдущей главе, что вот по мере увеличения греха увеличилась и благодать, ну, для того, чтобы охватить все эти грехи, чтобы Божие действие все-таки совершилось. И потом он высказывает ошибочный вывод из этого факта. Чем больше греха, тем больше благодати. А, давайте грешить, чтобы умножить. И, высказав его, тут же категорически отвечает. Мэг-Геннэйте. Ни в коем случае. И дальше, в шестой главе, он обосновывает. В конце концов, наше обращение к Богу. Крещение в смерти Иисуса Христа было для того, чтобы избежать греховной жизни, для того, чтобы была новая жизнь. И поэтому задаваться вопросом о том, а не остаться ли нам в грехе, для христиан просто неестественно и глупо. Вот это он Мэг-Геннэйте. То обязательно запомните, вы часто будете встречать эту фразу, Павел регулярно использует в своих посланиях. Ну, это вот так, небольшое введение в желательное наклонение. Редкая форма, но при выражениях пожелания, в косвенных вопросах, связанных с каким-то недоумением. И вот в таком категорическом отрицании Мэг-Геннэйта все-таки встречается в Новом Завете.